Смотрите первыми в программе Утро Первых. Тоже является метавселенной. Очутиться в дополненной реальности не составит труда. Модные показы, учеба и кое-что еще. Виртуальные занятия, которые дома не поймут, в блоге Степана Амелина. Пернатые блогеры. О семейной жизни аистов узнаем первыми. Гармоничные отношения с органикой. Даже на государственном уровне сейчас органические отходы необходимо отделять. Искусство утилизации в блоге мы разделяем. Утро вторника встречаем с обаятельным Дмитрием Петрухиным. Ну что ж, действительно вторник на календаре. Мы приветствуем всех поклонников программы Утро Первых. И давайте уже начинать. Как мы обычно начинаем утро? С любимого напитка, самый популярный напиток в мире – это кофе. Это известный факт. Но какой кофе нравится конкретно вам? И вот столько видов. Но помните, что именно с 1680 года начали добавлять в кофе молоко. И мне кажется, это привело к той самой революции, которая длится до сих пор. Причем это было по совету доктора. Ну, не в медицинских целях, а для настроения хорошего. Мы прямо сейчас наливаем чашку кофе и смотрим новости в программе Утро Первых. Россия впервые проведет международный чемпионат по спортивному программированию. Соревнование под названием «Код мира» пройдет с 24 по 28 мая. В турнире примут участие как минимум 300 спортсменов из 11 стран. Отмечается, что первый день соревнований будет посвящен дисциплине «Алгоритмическое программирование». Два последующих – задачам по продуктивному программированию. Также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту. В российских школах звенят последние звонки. Для выпускников девятых классов рекомендовано провести последние звонки 23 мая. Для выпускников 11 классов – 25. Однако, каждая школа оставляет за собой право определять дату самостоятельно. В этом году в Калужской области последний звонок встречает больше 15 тысяч выпускников. В Калужской области появится служба уличной работы с подростками. Ее запустят уже этим летом. Специально обученные люди будут проверять опасные места, где собираются подростки, и предлагать им альтернативу. Молодежные центры, где подростки могут проявить себя с разных сторон. Кроме того, в регионе формируется пул работодателей, готовых предложить молодым людям интересные профессии. Такие меры помогут не допустить беды и помочь с выбором карьеры. В Калугу придет лето. Синоптики прогнозируют солнце, дожди и грозы уже на этой неделе. Переменьшивая погода будет из-за частого набега атмосферных фронтов. Но они будут теплее тех, что гостили у нас в минувшие выходные. В первые дни недели столбики термометров покажут плюс 19-22. Затем потеплее до плюс 25. Все это время будут возможны кратковременные дожди и грозы. В дикую природу Южной Австралии вернулись бетонги, сумчатые животные, напоминающие кенгуру размером с кролика. Ученые выпустили на воле 120 таких мини-кенгуру. Сейчас большинство из них проживают на австралийских островах, в нескольких районах Западной Австралии и в неволе. Однако в ходе мониторинга ученые поймали 85 бетонгов, 40% которых родились в дикой природе. Эти кенгуру очень важны для экосистемы, поскольку способны перемещать тонны почвы в год, создавая микросреды и инфильтрации воды для семян. Друзья, есть такое понятие, что спорт меняет жизнь, а будем стараться менять его к лучшему. Вместе с мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу Ольга Кузьмина у нас в гостях. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ольга, вы мастер спорта международного класса. Когда вы начали заниматься пауэрлифтингом? Пауэрлифтингом я начала заниматься в 2018 году. В 2020 году у меня было присвоено звание мастер спорта международного класса. За два года вы сделали невероятный рывок от спортсмена до спортсмена международного класса? Да. А как получилось, из какого спорта вы пришли? Или это было, вы просто прям с нуля в 2018 году? Нет, долгое время я занималась настольным теннисом, плаванием, попробовала себя, в принципе, во многих видах спорта. И остановиться решил на пауэрлифтинге. Не, ну вот тяжелой атлетикой, то есть до этого вы не занимались? Тяжелой атлетикой нет. И за два года в тяжелой атлетике вы сделали мастера спорта международного? В пауэрлифтинге. Невероятно. Да. Какие последние соревнования и какие последние успехи? Последние соревнования проходили в городе Тамбов, чемпионат России по троеборию классическому. Я стала серебряным призером среди женщин. Перед этим также мы посетили город Тулу, где проходила первенство России, заняла первое место тоже по троеборию классическому. И до этого посетили город Екатеринбург, где проходили жимовые соревнования, тоже две золотые медали мои. Мы вас поздравляем искренне. Спасибо. Расскажите нашим телезрителям, что такое дисциплина жим, лежа и пауэрлифтинг, это все-таки троеборье получается, да? Нет, пауэрлифтинг это вид спорта не олимпийский, который включает в себя три соревновательных упражнения. Приседания со штангой, жим штанги, лежа и становая тяга. Соревнования проводятся как отдельно по троеборию, по троеборью классическому, то есть разница в экипировке. Также проводятся отдельные соревнования по жиму и жиму классическому. С этого года ввели жим классический. Сколько жмете с груди? 140 килограмм, вот в последний раз, пожалуй, без экипировки. Так, 140 килограмм без экипировки. А если по отдельным упражнениям, вот становая, получается, у нас жим лежа и присед, да? Да. По отдельным категориям? По отдельным категориям, получается, ну, в приседаниях у меня лучший результат был показан на чемпионате мира, это было 237, если не ошибаюсь. Килограмм я присела, 222 килограмма лучшая становая тяга у меня на сегодняшний день. Ну, невероятно. Вы просто рассказываете такие результаты, это серьезнейшие результаты. А сколько девушек в мире могут сделать то же самое, что и вы? Ну, у нас проводятся чемпионаты мира, в которых принимает участие достаточно большое количество девушек. Вот, то есть этот вид спорта популярен среди женской половины населения. Ну, на сегодняшний день основная моя конкурентка – это Дарья Ефимцева, которая проживает у нас в Обнинске. Она меня пока обходит по результатам. А так, на первенстве мира, наверное, если бы мы сейчас были представлены, то конкуренции бы, наверное, не было. Но, к сожалению, мы отстранены. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время все изменится. Как вы считаете, как сильно изменил спорт вашу жизнь? Ну, можно здесь ответить, наверное, с двух точек зрения. Спорт в целом и конкретно пауэрлифтинг. Ну, наверное, на сегодняшний день для меня проявление спорта и есть сам пауэрлифтинг. Он достаточно сильно изменил мою жизнь. То есть это уже моя основная деятельность, моя работа. Поэтому большую часть времени я провожу в спортивном зале, в спортивной школе «Вымпел». Вот, на тренировках, также езжу на соревнования. То есть это основное время, которое... Вы каждый день тренируетесь? Все зависит от этапа подготовки. Как правило, тренировки проходят четыре раза в неделю. Бывают периоды, когда тренировки проходят шесть раз в неделю. В воскресенье у нас выходной. Ну, вот, основное время четыре раза в неделю. Иногда два раза в день. Такой, я не знаю, на мой взгляд, глупый вопрос. Ну, не могу не задать его. Тяжело девушке в пауэрлифтинге? Тяжело, я думаю. Ну, опять же, если тяжело всем. И девушкам, и мужчинам. То есть нужно понимать, что это тяжелые тренировки, долгие тренировки, которые дают результаты. Вы как индивидуальный спортсмен занимаетесь? Или вы в составе какой-либо команды друг друга поддерживаете, обмениваетесь опытом и так далее? Ну, занимаюсь как индивидуальный спортсмен под руководством своего тренера Полушина Александра Николаевича. Вот. Так у нас есть команда нашей спортивной школы, в которой множество ребят. А если мы выезжаем на всероссийские соревнования, то мы представляем свой регион, Калужскую область. Вот. На всемирных соревнованиях, соответственно, представляю нашу страну в составе сборной команды России. Как проходит ваш тренировочный день, расскажите, пожалуйста. Как проходит тренировочный день? Ну, если это две тренировки в день, то я просыпаюсь где-то в 7 утра. К 8 я уже в зале. Тренировка занимает первое где-то около полутора-двух часов. Потом у меня свободное время. И к 5 часам я опять возвращаюсь в зал. И там до победного. А почему вы, сказав, просто такую фразу обратили, есть ли это две тренировки в день? А бывает это по-другому? Зависит от сезона, да. Помимо пауэрлифтинга я еще учусь в Калужском государственном университете. На кого? Физическая культура, дополнительное образование детей. То есть будете педагогом по структуре? Да, да. Так, в зависимости от подготовки. Но я так понимаю, два тренировочных процесса в день идет, если вы готовитесь к каким-либо соревнованиям. Ну и в межсезонье тоже, как правило. Мы делаем на первой тренировке кардио какие-то общеразвивающие упражнения. А на второй тренировке именно сам пауэрлифтинг. Вот если девчонки сейчас вот смотрят, ну и вообще родители считают, что можно заниматься спортом, с какого возраста лучше всего девушке приходить в пауэрлифтинг? Ну, потому что, мне кажется, это все-таки уже должен быть окрепший организм. Окрепший организм, да. Но, в принципе, у нас силовой вид спорта, поэтому нам необходимо набирать людей, у которых уже полностью сформирован опорно-двигательный аппарат. Поэтому не раньше 14 лет именно в сам пауэрлифтинг. Но у нас есть группа начальной подготовки, где детки у нас занимаются общей физической подготовкой, прыгают, бегают, также без весов занимаются. Поэтому с любого возраста, в принципе, можно приводить детей. Это все равно будут общеразвивающие упражнения. В ближайшее время какие соревнования вас ожидают? В ближайшее время у нас сейчас проходит межсезонье. Мы завершили сезон. Серебряная медаль на чемпионате России. Мы будем готовиться к новому сезону, который стартует у нас в сентябре. Это будет Кубок России. Еще не знаю, в каком городе будет проходить. Пока готовимся туда. А так, также к первенству России. Завершающий сезон среди юниоров у меня будет. И в дальнейшем чемпионат России. Ну что ж, друзья мои, с нами была в это утро Ольга Кузьмина. Самая сильная девушка Калуги. Ну а мы все время продолжаем. Я передаю слово Степану Амелину. Он расскажет, что же такое метавселенная. Про нее говорят все. Она может сделать вас миллионером. Она безопасна, но при этом, возможно, уничтожит привычный интернет. Этот выпуск посвятим метавселенной. И не одной. Что это за тренд? И почему вокруг него столько шума? Постараюсь объяснить в ближайшие пару минут. Когда реальность надоедает, человек стремится покинуть ее. И это я не про запрещенные вещества, а про дополненную реальность. Впервые, кстати, о ней упомянул Нил Стивенсон в своем романе «Лавина». Есть и импортозамещение, лабиринт отражений Лукьяненко. Но это уже не мое поле деятельности. Не будем воровать хлеб у Марии Лазаревой. Так вот, очутиться в дополненной реальности не составит труда. Для этого достаточно иметь компьютер, очки или специальные гарнитуры. По сути, это интернет в 3D-формате. Вместо фотографий у каждого пользователя аватар, а вместо страниц браузера объемный интерфейс. Создавать подобные миры начали еще в начале 90-х студенты технических вузов. Буквально на коленках появились первые примитивные метавселенные. Само собой, со временем этот процесс стал эволюционировать и превращаться во что-то большее. Сегодня в метавселенных можно делать практически все. Учиться, ходить на концерты, вступать в брак, зарабатывать и даже тратить. То есть, эта история уже не про игры. Я бы сказал, совсем не про игры. Так, например, событие, которое меня, собственно, и подтолкнуло записать блог на эту тему, это бессмертный полк, который провели в метавселенной. Согласен, увиденное вызывает диссонанс. Формат совсем непривычный для такого мероприятия. Кто-то даже может назвать его оскверняющим. Но все-таки призываю разобраться. Во многих городах шествия отменили, но культуру и память не отменить. Чтобы подготовить такое масштабное мероприятие, все последние дни сидели допоздна, рассказывают организаторы. Желающих были тысячи, но смогли принять участие только 100 человек. А на стриме люди могли поделиться историями своих родственников на огромную аудиторию. После таких аргументов лично у меня пропадают сомнения в целесообразности такой акции. Кроме того, если раньше метавселенную воспринимали исключительно как игрушку, то сейчас это огромное поле для обучения. Причем речь идет не о классических лекциях. Многие крупные компании, в том числе российские, применяют VR-технологию для обучения сотрудников для работы на сложных объектах. Ну вот представьте, вы машинист на стратегическом объекте, который управляет краном с чашей, наполненной раскаленным металлом. Ошибка стажера – пожар на всем предприятии. А в метавселенной проливай сколько хочешь, оттачивай навык. Я сам пытался управлять такой штукой. Виртуальной реальности, конечно же. Скажу вам, миссия не из простых. Но согласитесь, даже то, что рабочий процесс может быть гемифицирован, это еще один большой плюс в сторону метавселенных. Одним словом, за этим будущее. По подсчетам исследователей, инвестиции в эту сферу к 2024 году составят больше 800 миллиардов долларов. ARMRXR. Если у вас дома такого не поймут, то обязательно смотрите следующий выпуск. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И самое важное, друзья мои, что вы с утра можете посетить гнездо аистов, самых настоящих. Кстати, на эту тему мы сейчас и будем разговаривать вместе с орнитологом-любителем, автор канала «Гнездо аистов онлайн». Дмитрий Покрепский у нас сегодня в гостях. Дмитрий, доброе утро. Доброе. Очень приятно познакомиться. Мы столько слышали про гнездо аистов, столько раз мы позиционировали, что нужно подписываться на канал в ютубе, но редко встречаемся с вами, с автором этого замечательного проекта. Вообще, как пришла такая идея? Ну, аисты поселились давно уже, 10 лет назад на березе, и всегда было интересно глянуть сверху, но времени не было и не знал, как это сделать технически. И только когда вышел на пенсию, в общем-то, появилось и время, и возможность, так сказать, проникнуть вглубь этого гнезда. Но сейчас все работает. Нет, я понял. То есть вы как додумались твою камеру поставить? Ну, это очевидный такой момент. Если ты хочешь посмотреть сверху на что-то, поставь сверху камеру. А вот как вывести это все на ютуб и делать прямой трансляцию, это уже были технические вопросы, которые мне было очень интересно решить, поскольку я инженер. Но интересно было разобраться, как это работает. Вот и разобрался. Мы все прекрасно знаем, что когда какие-то вещи, которые пахнут, которые имеют запах человека, звери, птицы, они обходят это стороной. И то есть, соответственно, камера, она тоже должна была, русским духом должна была пахнуть. Так как птицы на это отреагировали? Или вы это сделали заранее? Нет, конечно, мы это сделали заранее. До прилета айсов уже стояла камера. Ну, они спокойно реагируют. Иногда смотрят в камеру. Первые годы было такое, что они ее пытались склевать. Сейчас совершенно спокойно, в общем-то, не реагируют. Иногда просто смотрят на зрителей. Ну, что вы там, поглядываете? А как вы думаете, они догадываются, что вы за ними наблюдаете? Я думаю, что нет. Нет такого ощущения, да? Нет, я думаю, что нет. Сколько сейчас подписчиков у вашего канала? Ну, сейчас уже к 16 тысячам прибавляется. Ну, вот у меня, да, написано здесь, что где-то 16 с половиной тысяч подписчиков. Да, наверное, даже. Я уже, честно говоря, не слежу, потому что, ну, очень быстро сейчас пошел рот. И самое, друзья мои, самое главное, и я уверен, что среди наших телезрителей тоже есть поклонники этого замечательного YouTube-канала, самое главное событие в 2000, я так понимаю, в 23-м году, то есть вот недавно появились аистята? Да, уже 5 птенцов, это все, все яйца, которые были отложены, было отложено 5 яиц, и интрига была в том, будет ли 5 птенцов. Ну, вот 5 птенцов появилось, и сейчас интрига в том, что последний будет, так сказать, догонять старших, потому что разница 5-6 дней, там очень приличный вообще уже такой контраст между птенцами, первым и последним. И вот сейчас прямо все болеют за младшего, потому что он самый слабенький, но догоняет. И уже раздали имена в интернет-сообществе? Нет, мы решили, что не будем давать имена птенцам, потому что, ну, типа плохая примета. Так, я понял. 10 лет канал существует, это первый выводок или были? Нет, это третий уже выводок, в прямом эфире имеется. Так вообще, конечно, аисты уже там 11-й год уже. 11-й год подряд селятся аисты на этом гнезде. А в среднем аистов сколько птенцов появляется? Ну, 3-4, это вот норма. Ну, сейчас прям рекорд, 5, да, это прям хороший. 5, это пока еще бабушка на 2 сказала, что будет дальше, никто не знает. Аисты, это птицы однолюбы? Ну, говорят, но по нашим наблюдениям, все-таки это разные птицы прилетают. То есть, это все-таки такой миф, который людям нравится, но на практике это не подтверждается. Имеется в виду то, что пара каждый раз состоит из разных птиц? Разных, да, да. Прилетает, как правило, там совместно бывает и самка, и потом просто кто летит мимо, тот и... Кто успел занять гнездо, тот и... Да, 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 того этапочки. А бывает такое, что кто-то посягает на это гнездо и начинаются конфликты? Ну, бывает, бывает. Ну, в нашем случае не было, а так вообще бывают прям настоящие бои за гнездо. Особенно там в Европе, потому что там гнезд меньше, где места меньше для поселения, так скажем. Где располагается это онлайн-гнездо? Ну, это под Калугой, недалеко. Место мы не раскрываем, чтобы, так сказать, не было паломничества большого, потому что желаешь их очень много посетить. То есть вам пишут и говорят, можно мы приедем посмотрим? Пишут, привозят, торты, подарки, картины. Ну, то есть, это такое большое сообщество уже появилось в стране, я так скажу, даже в мире. По поводу того, что привозят торты и различные подарки. Сейчас в современном мире, когда тебе пересылают какую-то поддержку, ну, в плане электронных каких-то денег, это называется донаты. Что с донатами у вашего канала? Поддерживаете? Донаты, вот, все это, весь этот канал, весь этот проект создан на донаты зрителей. То есть вначале я вложился, а потом все это окупилось в разы, и сейчас просто все это идет на деньги зрителей. Как продолжаете развивать свою команду? Что планируете дальше делать? Ой, планы большие. Ну, береза, конечно, старая. Березу надо будет пилить, потому что она уже внизу гнилая. И надо ставить новый стоп, надо ставить новое гнездо, переносить его чуть-чуть в другое место. Ну, вот эти планы, это такая серьезная работа. Может быть, вы планируете поставить онлайн-камеру на одно из животных, связавшись с профессиональными биологами и орнитологами? Ну, нет, наверное, это все-таки другая дева. Только аисты будут под вашим пристальным взглядом? Или планируем еще куда-нибудь? Нет, еще у нас, зимой у нас есть кормушки, кормушки такие, которые работают в автоматическом режиме, и там мы всю зиму корнем птиц, и трансляция тоже круглосуточная. То есть вот зимой мы переключаемся на более мелких птиц, синицы, воробьи, снегири. Почему только птицы? Почему не переключиться на каких-нибудь крупных животных? Ну, в таком месте, где животных нету крупных, есть птицы. То есть выбираем из того, что есть. Но это же должен быть доступ к Wi-Fi, я так понимаю, чтобы добилась трансляция. Ну да, интернет есть, конечно, интернет. Не Wi-Fi, интернет проводной. Интернет. То есть, допустим, онлайн-плотину или онлайн-нару в вашем случае сделать достаточно сложно? Ну, сложновато, да. Это все-таки не наш профиль. Тогда можно развивать ферму. Это можно, вполне. Ну что, друзья мои, вот такой вот замечательный человек, Дмитрий Покревский, орнитолог-любитель, автор канала «Гнездо Аистов» онлайн. Подписывайтесь, кстати, обязательно. Становитесь и оказывайте поддержку этому каналу, потому что дело-то хорошее. Мы продолжаем. Далее Екатерина Николаева расскажет о том, как правильно утилизировать органические отходы. Приветствую вас, милые калужане! Как и обещала в прошлом выпуске, сегодня мы поговорим об органических отходах. Да-да, те самые остатки пищи и просроченные продукты, которые появляются у вас дома каждый день. Они же составляют огромную часть содержимого мусорных полигонов и являются главной причиной отвратительного свалочного запаха рядом с ними и образование взрывоопасного газа метана. Так как же уменьшить объемы полигонов и быть экологичнее в утилизации ненужной органики? Если говорить об отходах домашних хозяйств, то органика здесь составляет по разным оценкам от 30 до 80% всего мусора, производимого нами в быту. Некоторые предприятия также производят органические отходы. В их числе растительный мусор, отходы огородных хозяйств, растеневодства и пищевой промышленности всех типов, навоз птицы, свиней, крупного рогатого скота, отходы от переработки зерна и круп, тушки птицы и скота в случае гибели, отходы предельной и текстильной промышленности, работающей с натуральным льном и хлопком, осадок после очистки канализационных вод, а также отходы целлюлозно-бумажной и древообрабатывающей промышленности. Еще несколько лет назад была возможна утилизация органических отходов путем их захоронения, но с 2019 года действует запрет на это в Москве и Подмосковье, а с января 2022 запрет на всей территории России. Каждый из нас может ввести утилизацию органических отходов дома. Для этого используются специальные бытовые устройства – измельчители, компостеры, червячные фермы-короба и кассеты со специальными бактериями. И даже на государственном уровне сейчас органические отходы необходимо отделять. Для промышленности есть несколько путей решения этого вопроса. Сжигание в специализированных установках – биогазовых или пиролизных, но в результате образуется токсичный газ. Разделение органики на фракции в сепараторах и утилизация каждой из фракций. А также биологическое разложение органики с помощью бактерий и червей. Мы в Зеленом Центре пошли по экологичному пути. И каждому из вас, милые калужане, предлагаем воспользоваться компостными клумбами-сотами. Это деревянные и полимер-песчаные шестигранники, в которые можно положить остатки пищи, кроме животных, мясных и рыбных. Спасибо нашим коллегам из пермакультурного хозяйства «Всчастье». У которых мы переняли опыт гармоничных отношений с органикой. Вы приносите органические отходы и просто засыпаете их опилками. Мы добавляем туда сухую листву и смачиваем. В результате получается гумус – очень плодородная, богатая почва, на которой в прошлом году, например, мы вырастили перец. Подобную соту вы можете разместить и в своем дворе, даже у многоквартирного дома. А как гармонично взаимодействовать с вашей управляющей компанией по теме отходов, мы и расскажем в следующем выпуске. Будьте экологичны вместе с нами, тем более, что это несложно. Далее в программе «Утро первых». Какая пара! Брюки на нем, пиджак на ней. Шорты на ней, худи на нем. Как составить один образ на двоих в стиле первых, подскажет Ольга Нестерова. Вундеркинды-виртуозы. Детский фестиваль «Мир гитары» получил поддержку Фонда культурных инициатив. Подробности и музыка в студии «Утро первых». Записываемся на ноготочки. To apply a new polish. Нанести новый лак. Поговорим о важном, о маникюре, чтобы вас поняли правильно. В последнее время очень много рекламы всяких онлайн-казино или онлайн-лотерей, друзья мои. Так вот, имейте в виду, по статистике у человека есть шанс больше. Больше шанс есть стать президентом, чем выиграть в какую-либо лотерею. Не тратьте деньги просто так. Далее новости. Калужский аэропорт ждет расширения. Взлетно-посадочную полосу планируют увеличить на 300 метров, а также сделать дополнительный перрон, место для стоянок и рулежной дорожки. Это позволит принимать более крупные самолеты с дальностью полета до 6000 километров. Проект уже готов и прошел госэкспертизу. На это потратят полтора миллиарда рублей. Калужане смогут увидеть полярный день. Из колыбели космонавтики скоро можно будет улететь в Мурманск. Билеты уже в продаже. Рейсы будут осуществляться со 2 июня по 27 октября. По понедельникам и пятницам. Время полета около трех часов. Полярный день в Мурманске начался накануне и продлится до 22 июля. Россия не готовы экономить на развлечении и обуви, а на здоровье и питание нет. Об этом говорят данные опроса. Почти половина жителей России готова урезать расходы на путешествия, покупки для дома, транспорт, но не станут экономить на здоровье. Так 46% не готовы экономить на продуктах питания. Далее в этой категории идут расходы на ЖКХ, детские товары и оплата связи. К слову, каждый десятый россиянин не следит за расходами. ЕГЭ совсем скоро. Первые экзамены в калужских школах начнутся 26 мая. В этом году в регионе ЕГЭ напишут более 4,5 тысяч человек. Как сообщили в Минобре, все пункты на базе образовательных учреждений оборудованы камерами наблюдения, подавления сигналов связи и возможностью печатать и сканировать работы. Кстати, самыми популярными среди калужских школьников стали такие предметы, как общество знаний, информатика и биология. На этой неделе по всей стране пройдет акция «Библия ночь». В этом году события приурочили в годы педагога. Тема звучит «Читаем вместе». Калужан ждут в гости 12 библиотек города. А Белинка, например, подготовила для читателей литературно-музыкальные программы, квесты, мастер-классы, викторины, книжные выставки и фотозоны. Программу мероприятий смотрите ВКонтакте «Библия ночь» 2023 в Калужской области. Перовские студенты разработали систему поиска свободного места на парковке. Технология оповещения основана на машинном обучении и единственная работает в режиме реального времени. Водитель видит количество и локацию свободных мест. Сейчас разработчики дорабатывают систему. «Форсаж 10» показал один из лучших стартов в прокате в 2023 году. Десятая часть боевика в премьерные выходные заработала по всему миру 319 миллионов долларов. Это второй лучший дебют в 2023 году после мультфильма «Братья Супер Марио» в кино. К слову, одиннадцатый фильм франшизы выйдет в 2025. Кроме того, Вин Дизель проговорился о 12-й части, которая может поставить точку во всей истории. Друзья мои, итак, на календаре у нас май, 23 число. И 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов родился в этот день 72 года назад. В гостях у нас Павел Вячеславович Коновалов, вице-президент Калужской областной федерации шахмат. Доброе утро. Доброе утро. Не случайно мы с вами разговариваем об этой легендарной личности, потому что буквально год назад он приезжал к нам. Я его вижу на фотографии с легендой шахмат. Да, на самом деле, Анатолий Евгеньевич довольно часто приезжает вообще в Калужскую область, потому что очень любит и наши шахматные турниры, и, можно сказать, наши шахматные традиции. И действительно, очень приятно было его видеть на открытии шахматного турнира имени Циолковского, который был проведен летом прошлого года. Мы его открывали вместе с нашей областной шахматной федерацией. После этого был сеанс одновременной игры именно с детьми. Очень Анатолий Евгеньевич также любит выступать перед детишками, рассказывать о себе, о своем творчестве. Естественно, показывать какие-то интересные дебютные новинки. И, конечно, общение с 12-м чемпионом мира, но это не передать словами. Я думаю, что да, для каждого ребенка, который увлекается шахматами, это большое-большое событие. Собственно, вы тоже были когда-то ребенком. С чего началась ваша шахмата история? Ваш первый дебют? Да, на самом деле, шахматы полюбил с самого детства, то есть, можно сказать, 7 лет. Вот такую замечательную книгу мне подарил еще отец в советское время, называется «Я играю в шахматы», которую составил Владимир Зак. И тогда, в 1985 году, конечно, шахматным чемпионом был именно Анатолий Карпов. То есть, для меня, как для мальчишки, это была просто звезда первой величины. Это кумир, к которому можно было стремиться. Я полюбил шахматы, пошел в Дворец пионеров. Мой первый тренер – это Владимир Фролович Тимофеев, который воспитал целую плеяду шахматистов и КМСов, и мастеров спорта. И с тех пор я действительно полюбил шахматы, стараясь привить также их и моему сыну. Но это, конечно, удивительная игра, которая просто помогает тебе и стратегически, и тактически принимать решения, и стратегически мыслить. Вот что самое главное. Поэтому, ну, просто люблю шахматы. Как, вот, я тоже придерживаюсь той истории, что шахматы – это в миниатюре отражение нашей реальности. То есть, если вдруг встал в ступор, ну, не получается у тебя решить какую-то задачу, остановись, подумай, всегда есть нужный ход, чтобы исправить ту ситуацию, в которую ты попал. Наверное, именно так это и происходит. Сам Анатолий Евгеньевич, что это за игрок, каковы особенности его стратегии, вот, если вы наблюдали за его игрой? Очень сильный тактик. Очень сильный тактик с такой крепкой, немыслимой позиционной игрой, когда используют, ну, буквально каждое тактическое преимущество, позиционное преимущество для того, чтобы одержать верх партии. Ну, и, конечно же, с очень такой высокой психологической устойчивостью, ну, чему можно только поучиться. Поэтому, ну, и, конечно, дебюты, которые шахматисты знают, это Защита Немцовича, очень популярный дебют за черных, где-то в 90-е годы, конец 90-х годов, именно у Анатолия Евгеньевича. Было интересно проработано, вот, я помню, мы студентами разыгрывали его, там, где-то в 97-98-е годы. То есть киоск за шахматным обозрением 64, и дальше уже просто сидим, смотрим партии, разбираем новинки, ну, это просто удивительно интересно. Ну, и кроме того, как человек высокоинтеллигентный, очень корректный, очень вежливый и такой по-доброму всегда относящийся к уровню шахматной игры оппонента. Вы сказали, что у нас очень сильная школа калужских шахмат, и Андрей Евгеньевич приезжает как раз потому, что он любит те традиции шахмата, которые у нас существуют в Калуге. Подробнее о Калужской школе шахмат давайте расскажем, как у вас развивается. Да, у нас немало, на самом деле, шахматистов, где-то порядка двух с половиной тысяч шахматистов с кодом ФШР, Федерация шахмат России, вот, и из года в год мы увеличим число турниров, которые проводятся именно под эмблемой Калужской шахматной федерации, то есть это порядка 300 турниров мы провели только в 2022 году, вот, из них 200 турниров, из них 30 турниров, это межрегионального, регионального значения. Ну, помимо Калуги, где развиваются шахматы? Это Мало-Ярославец, это Обнинск, конечно же, это Буабаново, это Сосинский, это Ермолино, то есть те города, где есть в основном люди инициативные. Вот, как Александр Гаванов, он у вас тоже часто, можно сказать, гости в вашей программе, как Артем Анисков здесь, в Калуге, то есть это люди, которые тоже искренне любят шахматы и стараются передать свой опыт детям, возрастить новое поколение. Кстати, а вот, если мы не берем крупные города, ну, при том, что Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, из таких небольших городов, таких как Калуга, относительно небольших, да, в России, какой город самый такой играющий в шахматы, вот, стратегически, вот, когда вы выезжаете на какие-то соревнования или когда проходят какие-то крупные новости, обязательно представители именно этого города являются прям традиционно сильными? Ну, мы традиционно играем с туликами, на самом деле, то есть, вот, я бы не сказал, что из года в год, но периодически такие турниры проводим, то есть, в Тулу приезжаем, играем с ними, играем в равной борьбе, что интересно, вот, а так, сложно сказать, и Москва, и Петербург, я знаю, что есть очень много активностей, в частности, вот, в Москве, именно связанных с шахматами, это замечательно, вот, то, то же самое мы стараемся и у нас в Калужской области тоже привлечь, потому что шахматы у нас, как, можно сказать, отдельный предмет, именно в школе, потому что я знаю по своему сыну, который начинал именно в начальных классах, он тоже ходил на шахматы, вот, и помимо того, что я ему прививал интерес к этой игре, то есть, в школе тоже по книгам нашего опнинского тренера Илья Анатольевича Сокрустова, собственно говоря, он и учился дальше этой игре, ну, достиг второго юношеского разряда, вот, посмотрим, что будет дальше, вот, Шахматный мир делится на две части, те люди, которые обучались по книгам, вот, ну, в классическом варианте, и те, кто просто играл с дедушками, с отцами, да, в парках на лавочке Какая страна, нет, понятно, что академический подход, он дает более серьезную основу и перспективу развития, но факт остается фактом Вот, мне кажется, что, я просто тоже наблюдаю за тем, как у нас играют шахматы в школе детям, хорошо, что у нас появился, наконец, предмет в обязательном порядке Но, мне кажется, они не успевают за 40 минут выучить ту базу, которая находится вот в книгах, и нужно ребятам просто играть Или, на ваш взгляд, как? Как должны развиваться шахматы в школах? Что сейчас вот нужно изменить для того, чтобы улучшить стратегию? Ну, самое главное, это, конечно, интерес, то есть, если ты приведешь интерес ребенку именно к шахматам, дальше пойдет это проще А как привить интерес? Ну, собственно говоря, для этого как раз существуют вот эти вот программы, которые в школе, опять же-таки, преподается Это должен быть харизматичный учитель Ну, это, конечно, конечно, здесь первичное все-таки не мастерство, вот, важно понимать на самом первом этапе А первично именно, вот вы правы, абсолютно некая симпатия к шахматам и симпатия к самому учителю, который преподает данный предмет А дальше уже можно профессионально им заниматься и в рамках наших каужских школ дальше усовершенствовать свой профессионализм Та литература, которую вы принесли, тетрадки под запись, это ваши тетради, я так понимаю, да? От обучения На самом деле все правильно, это литература, ну, собственно говоря, можно тоже помимо всего прочего покажу Вот, первая, наверное, тетрадка моя вот во дворце пионеров Такая тетрадь юного шахматиста, где записываются все партии, где решаются отдельно задачи, там штампуются и дальше уже Я очень хорошо помню, как с отцом разбирал все эти позиции по вечерам, это очень интересно Та не было компьютеров, поэтому, естественно, все это делалось именно за реальной доской То есть ты не поставишь, как это сейчас можно и модно сделать, собственно, эту позицию на какую-нибудь шахматную программку самую простую И она тебе выдаст решение Нет, это на самом деле часы уходили на то, чтобы решить вроде бы вот такие многоходовые задачки Но это, конечно, Суэтин, это французская защита Вообще любимый, любимый мной дебют за черных в открытом варианте Дальше это «Жизни шахматы» Анатолий Евгеньевич Карпов Здорово Да, ну потому что Дмитрий тоже, вот мой сын, вот, он, собственно, попросил Ну, мы эту книгу приобрели Прекрасная мотивация Пообщался с 12-м чемпионом мира Потом был просто в восхищении Сказал, папа – это очень умный, сильный человек, добрый человек Вот, есть чему стремиться, просто посмотрев на его жизнь А сколько сейчас сын на вашем лет? 13 лет 13 лет, а в шахматах, для того, чтобы добиться успеха международного уровня Что вот сейчас нужно делать, для того, чтобы выйти на серьезный такой уровень И играть уже, ну, и жить, может быть, с шахматами? Ну, я думаю, что, конечно, нужно заниматься Если выходить на серьезный уровень, буквально каждый день И по несколько часов разбирать позиции Следить, конечно же, за различными новинками Но поскольку сейчас эпоха интернета Это легко сделать, совершенствуя себя в каких-то онлайн-турнирах И по блицу, и по классике, но в основном по блицу Вот, ну и, конечно, заниматься с тренером И вот интересная книга «Антолий Карпов. Мои лучшие партии» Вот, я ее, конечно, купил в свое время Помнится, в начале 2000-х И попросил Анатолию Евгеньевича Потому что не было возможности у меня с ним встретиться лично, будучи ребенком Он написал здесь паблику «Удачи и успехов» Такая вот, можно сказать, мечта детства осуществилась Потому что Анатолий Евгеньевич для меня действительно кумир То есть человек, которому можно, в общем-то, следовать Не просто по его игре в шахматы Но и просто как восхищаться его личностными качествами Ну и не случайно вы принесли специальный знак, который зародился на Калужской земле Да, на самом деле Что это за знак? На самом деле мы проводили где-то в январе месяце Начали год очень хорошо, таким, позитивным турниром То есть это был Блиц-турнир, посвященный 300-летию прокуратуры с нашими коллегами Рождественский турнир очень интересный И собрал такую плеяду сильнейших шамотистов Калужской области Поэтому вот в вашей программе хотел бы тоже подарить От Калужской шахматной федерации вот такой Очень приятно, спасибо Спасибо огромное Будем носить его с гордостью Друзья, кстати, обычно Ольга Нестерова рассказывает нам о стиле в одежде Либо для мужчин, либо для женщин А сегодня она попыталась, так сказать, изменить традициям И подобрать для целой пары гардероб Поэтому давайте в стиле первых передаю ей слово А я пока надену этот восхитительный значок Два сапога пара больше не предел Теперь настоящий уличный хит и два одинаковых пиджака, пальто или худи Чтоб всем было сразу очевидно, вот это и правда пара Мой обоюдно взаимный фэшн-привет И сегодня разберем, пожалуй, самый романтичный тренд современного стрит-стайла Капл-лук, то есть парные образы Да-да, истинные модники больше не желают ограничивать свою фантазию и творческий потенциал Составлением просто одного, хоть и самого фантастического комплекта И выходят на новый уровень, заставляя звучать стройным ансамблем сразу два аутфита Сливающихся в единый фэшн-гимн Для наших улиц выглядит пока еще непривычно Но до чего же красиво? Недаром парные образы считаются задачкой со звездочкой Каждый из двух лучков должен ведь отражать во многом и внутренний мир Закрепленный за ним половинки И атмосферу пары в целом И ритмично сыграться друг с другом В единстве стилистики, настроения и цветовой гаммы Складываясь в цельную композицию Однако ж игра, на мой взгляд, однозначно стоит свеч Смотрится капл-лукс просто впечатляюще Свежо, высокохудожественно и очень небанально И помимо прочего, здорово играют на сплоченность в паре Как некий психологический инструмент Вы же знаете все эти фишки про отзеркаливание и подстройку А тут двое и впрямь сливаются в нечто единое Замечали, что часто в кино, например, персонажей близких по духу Художники по костюмам одевают в очень похожие наряды Как раз, чтобы их близость была очевидна даже визуально И воспринимались они сходу как одного поля ягоды Кстати, облачаться в капл-лук можно отнюдь не одним только влюбленным Вот, допустим, подружки-модницы, собираясь на совместный раут Непременно обсуждают и планируют этот выход Чтобы наряды их не спорили друг с другом Не перебивали и не перетягивали внимание А фотографии в светской хронике получились гармоничными Началось поветрие капл-образов в Азии Молодые и модные захотели однажды выглядеть эффектно Не только по отдельности, но и вместе И придумали брать сразу одинаковые вещи Для него и для нее Кроссовки, худи, майки, джемперы и кардиганы Тут еще и мода на унисекс подыграла Сегодня и впрямь несложно отыскать один в один вещички Даже при существенной разнице в размере Многие бренды даже сделали специальные линейки Универсальные в ней гендерные одежды С расширенной размерной сеткой Но поступать именно так я бы все же не советовала Очень уж такой подход рискует обернуться нелепыми моментами А-ля новогодний фэмили лук Когда все члены семьи представляются же Одеты в одинаковые джинсы, белые футболки и свитерочки с оленями Такое клонирование сегодня максимально неактуально И даже забавно уже не смотрится Не говоря о вкусе, фантазии и творческом подходе Интереснее будет разбить один общий костюм Брюки на нем, пиджак на ней Шорты на ней, худи на нем Сочетая эти элементы уже с другими вещами Но куда более тонкий, художественный и по-настоящему креативный результат Можно получить, играя эту партию не столь прямолинейно Чтобы пазл сложился, нам нужны все те же принципы и приемы составления образов Что мы с вами регулярно обсуждаем Композиция и акценты Баланс и контраст Ритмичность и работа с цветом Детализация, схемы, градиент, колор-блокинг Только радиус поражения каждого пункта мы расширяем до двух комплектов То есть яркая обувь одного партнера может ритмично перекликаться с очками или головным убором другого Создавая общую завершающую рамку Цвет жакета из одного комплекта может повторяться в принтах или аксессуарах второго Обеспечивая эффектную цветовую детализацию Форма женской сумочки может повторять линии мужского лацкана Выстраивая гармонию геометрии И так до бесконечности Насколько хватит фантазии и задора Неиссякаемых их запасов и ярких экспериментов вам Ну а мы увидимся очень скоро Друзья мои, культурнейшее, важнейшее музыкальное событие Вчера стартовал в Калуге 26-й по счету международный Знаменитый во всем мире фестиваль Мир гитары И сегодня вы можете, кстати, посетить одно из направлений Детский мир гитары тоже идет параллельно вместе со взрослым Сегодня у нас в гостях директор Одесского фестиваля Мир гитары Жанна Чайкина И Михаил Гришкин, ученик Калужской школы искусств номер 8 Доброе утро Добро пожаловать в нашу студию Прекрасно то, что вы пришли с инструментами Я знаю, что в этом году у вас большое событие То есть, помимо того, что, ну, во-первых, мы поздравляем с открытием 26-го фестиваля Во-вторых, на всероссийском уровне вы получили поддержку Фонда культурных инициатив Я так понимаю, это впервые в этом году, да, то есть такая поддержка Да, организаторы фестиваля Мир гитары подали на грант И мы этот грант выиграли В этом году у нас Детский фестиваль выиграл грант А что это значило? Что это значит для Детского фестиваля? Грант это финансирование Детского фестиваля, дополнительное финансирование У нас, конечно, есть ряд спонсоров, которые нас всегда поддерживают в городе Калуги И из других регионов нашей Родины Но в любом случае у нас есть поддержка президента России И это очень здорово Ну, то есть теперь у ребят будет больше мастер-классов Больше мастер-классов, больше возможности выступать Финансовая поддержка, естественно, это и направляется, может быть, и на подарки Или на что-то еще На нужды фестиваля В общем, это, грубо говоря, те финансы, которые у нас проходят внутри фестиваля И на цели наших, и на задачи нашего фестиваля Но с каждым годом фестиваль детский разрастается Я хочу сказать, он составляет уже серьезную конкуренцию взрослому Вы знаете, да, 12 лет у нас проходит в этом году, уже 12-й год детский фестиваль И я замечаю с основ детского фестиваля, что наши дети, постоянные участники Это Калужская область и Московская область Москва, Калуга, Обнинск Это обязательно уже, потому что он открытый у нас фестиваль И в этом году у нас еще новые гости У нас приезжают новые коллективы из Брянска Хотя уже были брянские ребята у нас в гостях И приезжает даже Смоленская область в этом году Ну, и, конечно же, Тула И я что хочу сказать, что у нас уже где-то примерно 200 участников И еще плюс преподаватели Если посчитать, это может быть даже 200-260 человек Но я хочу сказать то, что уровень уже не областной, а уровень уже практически всероссийский Потому что мы затрагиваем регионы в ближайшей Калужской области Вот уже в ближайшей областях Ну, и, конечно, даже в отдаленные районы мы отправляли У нас были гости из Магнитогорска, из Саратова Ну, даже из Владимирской области были, из Тверской области были Но в этом году пока мы остановились на гостях из Калужской области, Московской области Города Москва, Калуга, естественно, Обнинск, Смоленск Смоленская область, Тула и Брянск Вы знаете, почему я рекомендую нашим телезрителям Посетить именно детский фестиваль Мира Гитара? Да, здорово, когда ты наблюдаешь за высокими профессионалами Которые уже не один год, так сказать, на сцене Они выходят, эти марьячи, горячие мужчины Демонстрируют вам, что они умеют на 12- или 6-струнной гитаре Это все, конечно, здорово Но, когда ты приходишь, и ребята там 13-16 лет играют Вот именно на таком же уровне И ты понимаешь, что они вот только начали Они уже таланты, какое у них будущее впереди Вот тут-то действительно становится интересно И вот эта возможность у вас есть Сегодня попасть на это событие Ну, прежде чем мы раскроем тайну, куда вы сегодня отправитесь на концерт Я хотел бы еще раз представить Михаила Гришкина у нас в гостях Ученик музыкальной школы номер 8 Что на Мире Гитары сегодня представляешь ты? Я сегодня буду, как и дуэтом, играть с моим преподавателем Также испанский танец Еще буду играть в коллективе Со своими, так сказать, одноклассниками по классу гитары Ансамбль, также виват гитару И мальчика, как мы его в своих кругах называем Слушай, я, возможно, сейчас такой провокационный вопрос задам Обычно в музыкальную школу детей приводят мамы-папы Вот у тебя какая история сложилась с гитарой? Тебя провели родители? Ты выбрал сам этот инструмент? Или у тебя была возможность уже попробовать поиграть на других инструментах? У меня изначально папа был любителем, гитаристом То есть ты из музыкальной семьи? Ну, фактически, да Папа себе когда-то купил гитару, там лет в 16 играл А еще до этого его мама, то есть моя бабушка, отдала в музыкальную школу Но, к сожалению, у него не особо получилось на отделение баяна Ну, то есть ты сейчас смело можешь сказать, что ты играешь на уровень выше, чем твой папа, да? Естественно Вот это приятно Кстати, может быть, давайте попробуем сыграть что-нибудь, да? Да Давайте Юрий Шилин, испанский танец номер один Это то, что сегодня будет представлено в программе? Да Юрий Шилин, испанский танец номер один ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прекрасное испанское утро в программе «Утро первого». Друзья, браво, браво! Вот то, о чем я вам говорил. Друзья, обязательно вы должны сегодня прийти и посетить именно выступление на детском мире гитары. Где, когда, куда? Сегодня у нас получается старт в 11 часов утра. Мы ждем всех замечательных наших калужан и зрителей нашего города, наших участников и преподавателей и всю группу поддержки нашего детского фестиваля в Калужском доме музыки. Начинается все в 11 утра. Итак, друзья мои, у вас пару часов осталось выпить кофейку и отправиться наслаждаться настоящей музыкой. Мы продолжаем это утро первого. Россия впервые проведет международный чемпионат по спортивному программированию. Соревнование под названием «Код мира» пройдет с 24 по 28 мая. В турнире примут участие как минимум 300 спортсменов из 11 стран. Отмечается, что первый день соревнований будет посвящен дисциплине «Алгоритмическое программирование» — два последующих с задачами по продуктивному программированию. Также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту. В российских школах звенят последние звонки. Для выпускников 9 классов рекомендовано провести последние звонки 23 мая для выпускников 11 классов 25-го. Однако, каждая школа оставляет за собой право определять дату самостоятельно. В этом году в Калужской области последний звонок встречает больше 15 тысяч выпускников. В Калужской области появится служба уличной работы с подростками. Ее запустят уже этим летом. Специально обученные люди будут проверять опасные места, где собираются подростки, и предлагать им альтернативу. Молодежные центры, где подростки могут проявить себя с разных сторон. Кроме того, в регионе формируется пул работодателей, готовых предложить молодым людям интересные профессии. Такие меры помогут не допустить беды и помочь с выбором карьеры. В Калугу придет лето. Синоптики прогнозируют солнце, дожди и грозы уже на этой неделе. Переменьшивая погода будет из-за частого набега атмосферных фронтов. Но они будут теплее тех, что гостили у нас в минувшие выходные. В первые дни недели столбики термометров покажут плюс 19-22. Затем потеплее до плюс 25. Все это время будут возможны кратковременные дожди и грозы. В дикую природу Южной Австралии вернулись бетонги, сумчатые животные, напоминающие кенгуру размером с кролика. Ученые выпустили на воле 120 таких мини-кенгуру. Сейчас большинство из них проживают на австралийских островах, в нескольких районах Западной Австралии и в неволе. Однако в ходе мониторинга ученые поймали 85 бетонгов, 40% которых родились в дикой природе. Эти кенгуру очень важны для экосистемы, поскольку способны перемещать тонны почвы в год, создавая микросреды и инфильтрации воды для семян. Итак, друзья, на десерт еще раз хочется напомнить, что у нас большое музыкальное событие. В городе проходит международный фестиваль «Мир гитар», 26-й уже по счету, и все только набирает обороты. Причем в этом году, на мой взгляд, приковано внимание именно к детской части этого замечательного события. Вот вчера уже все состоялось, я имею в виду открытие фестиваля в Калужской областной филармонии, а сегодня продолжение фестиваля, именно детский фестиваль «Мир гитар» 23-го числа. Это выступление учащихся и педагогов музыкальных школ и школ искусств регионов России. То есть за всей Россией ребята собираются для того, чтобы в Доме музыки представить вам свою программу. Наши гости уже показали, на что они способны. На мой взгляд, это было восхитительно. Испанское такое начало утра, поэтому всех вас приглашают к 11.00 для того, чтобы поучаствовать в этом празднике. Ну и в течение, собственно, сегодняшнего мероприятия, так еще будет запланирован классик гала, мировые премьеры в 19.00, это уже Калужская областная филармония. Вот такое расписание фестиваля «Мира гитары» на 23.05. Мы сделали все, чтобы ваше пробуждение было ярким и интересным. Каким будет день, зависит исключительно от вас. Утро первых, до встречи завтра ровно в 7 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова